Доброе утро! Доброе утро! С 5 по 9 июля в Екатеринбурге будет проходить фестиваль мастеров Иван Дамарья. И у нас в гостях Анастасия Брагина, организатор фестиваля мастеров Иван Дамарья. Доброе утро! Дальше у нас Дарья Никитична. Никитична! Господи! Вот так вот мне за разминку. Инструктор Центра народной культуры и традиции. Дальше инструктор по фланкировке с длинным клинковым оружием. Все правильно, пока выговариваю. Инструктор по народной культуре. Дальше единственный, и кстати, вот он-то Иван. Иван, все-таки. Родовой казак. Во-первых, руководитель Центра народной культуры. Традиции, имеет опыт работы со взрослыми и детьми. Все правильно? Все правильно. Итак, инструктор по русскому рукопашному бою с оружием. Ну и тут еще огромное-огромное количество. Доброе утро! Доброе утро! Давайте вначале поговорим про фестиваль. Что нового в этом сезоне будет на фестивале? Давайте сначала вкратце расскажу о том, что фестиваль мастеров Иван де Мария проходит у нас в 15 раз уже. Он пройдет с 5 по 9 июля в течение пяти дней на плотинке в Уральском Центре развития дизайна. Вход на фестиваль свободный. Фестиваль работает с 11 до 8 часов вечера ежедневно. Ждем всех детей и взрослых. Замечательно! Ну и вот мы и придем, мы что же сможем посмотреть. В этот раз у нас на фестивале будет очень много мастер-классов. Буквально десятки, более 50 уникальных мастер-классов, в том числе замечательные просто мастер-классы по различным видам традиционной росписи. Можно будет узнать и научиться хохломской, гжельской, обвинской, пермогорской росписи. Ну и также традиционной нашей Урало-Сибирской, либо Нижне-Тагильской росписи. Также к нам из Тюмени приезжают совершенно уникальным мастер-классом по тюменскому махровому ковроткачеству. То есть можно будет прямо... Соткать себе небольшой коврик? Соткать себе, да, небольшой ковер. Также поскольку лето, поэтому у нас очень много мастер-классов с травами. У нас будет мастер-класс по качеству из трав. Мастер-класс по вязанию веников из березы и пихты. Мастер-класс по изготовлению различных арома саше. На самом деле. Ну и также традиционные наши мастер-классы по гончарному ремеслу, по работе с глиной, по работе с кожей, по работе с деревом. А также прекрасные интерактивные мастер-классы от Центра народной культуры и традиции, например, по фланкировке. Вот мы так плавно и перешли. Очень необычно видеть, Жень, девушку с... Не то чтобы с ножиками, а самым настоящим холодным оружием. Ну, прежде чем... Покажем, может, что-нибудь? Давайте, а потом пообщаемся. Только аккуратно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо огромное! Да, не хватало просто сейчас еще овощей, чтобы сразу пол-фу-фу нарезать с утра. Чтобы завтра к нам было подготовиться вместе. Сложно ли научиться и сколько потребовалось времени, чтобы освоить эту технику? Ну, для меня, на самом деле, научиться было не сложно. Сложнее почувствовать свое тело, чтобы ему было легко. Как только человек берет в руки оружие, ему кажется, что это страшно, что сейчас все полетит. Это я. Да, и вот так вот сразу все зажимаются, тогда начинает не получаться. Тогда начинаешь себе бить, кого-то бить рядом. Но если ты расслабляешься, умеренно. Ну, сколько лет вы занимаетесь фланкировкой? Ну, прям вот подряд я занимаюсь с осени 18-го года. С осени 18-го года? Ну, до этого фрагментарно я этим тоже занималась, мне нравилось. На фестивале вы что будете, учить людей фланкировки? У нас будет небольшой номер с участниками нашего клуба. И потом мы будем давать открытый урок по фланкировке. То есть можно будет прийти взрослым попробовать, да? Да, и взрослым, и подросткам для деток у нас есть мульжи деревянные, и можно будет с ними тоже пробовать. Это для меня, вот это для меня. А какого числа? Или на протяжении всего? Шестого числа в четыре часа, по-моему, да? Отлично. Ну, давайте теперь передадим слово единственному мужчине. Расскажите, пожалуйста, что еще будут показывать, кроме фланкировки? Какие еще будут мастер-классы казачьи, скажем так? От Центра народной культуры и традиции еще будет мастер-класс по плетению венков. На голову, да? Естественно, естественно, венки только на голову. Потому что ты покупал уже, у нас еще тоже такой традиционный праздник, с 6 на 7 июля, который празднуется. Ну, он более обрядовый, что ли, поэтому мы решили приурочить мастер-класс по плетению венков. Здорово. На прошлом фестивале мы представляли куклы, мы плели косы, всем желающим учили плести косички всякие разные, да. Девочки были всегда в восторге. Где можно посмотреть всю информацию, расписание мастер-классов? Вот, может быть, кто-то хочет прийти именно на ваш мастер-класс? У нас есть сайт иванкупала.ру, можно просто забить фестиваль мастеров Ивана Дамарья, и у нас есть все социальные сети, есть контакты в Фейсбуке, Инстаграм, есть сайт, на котором подробное расписание мастер-классов и всех мероприятий, которые ожидаются. Отлично. Давайте, Иван, мы сейчас замотивируем и мужчин прийти, не только как бы мамочки придут со своими детками, но и мужиков, давайте, что будет для бруталов? Почему нельзя пропустить? В этом году мы для мужчин, наш центр ничего не проводит, к сожалению. Спасибо! Но прийти, пожалуйста. Ну, все-таки фланкировка. Здесь было целенаправленно, в центре сделано так, что фланкировкой заминаются именно девушки. Во-первых, это красиво, во-вторых, полезно. Очень полезно. И самое главное, самое главное, показать мужчинам, что это могут сделать даже женщины. Слушайте, я это принимаю как вызов. Давай! Я хочу попробовать. Наташа, держи, пока можешь... Я подальше только отойду. Да, да. Итак, что необходимо делать для начала? А, мы второе все-таки, да, мне хотите? Изначально мы для фланкировки берем вот таким образом. Обычно у нас оружие держится так, но для фланкировки удобнее так. Так. Ну и, соответственно, начинаем делать кручение, прокруты. Прокручение запястью, хорошо. Запястье, да. Вот, вы уже крутите вперед. Молодец. Молодец. Супер, супер. Наташа, Наташа, четыре года, понимаешь? Расслабленная кисть, это замечательно. Выше образование. Ну, отлично. Я готов к прокруту. Теперь, смотри, он вам тоже поможет. С этой стороны. С левой стороны себя делаем. Раз. Женя, да? А справа то, что уже научились. У-у-у! Все, уже готовы фланкировщик. Я сёгун просто, а? Быстрее, 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 быстрее. Очень правильно делайте, чтобы приносите вес одной ноги на другой. Это супер. Верчу, верчу, пока себе не кольну, расскажу, что там дальше и уходишь. Во-первых, да. Я боюсь остановиться. Поблагодарим наши гостиницы, пришли. Хорошего дня вам желаем. Ну, а прямо сейчас посмотрим рубрику Культ Обзор. Узнаем, что интересного в городе на этой неделе.